Всем привет! В этом видео собраны наши путевые заметки о недавней спонтанной поездке в Минск. Исходными данными стали три неожиданных выходных, которые совпали с днём рождения Андрея, так что нам вдвойне хотелось сделать их запоминающимися, насколько это вообще возможно. Поэтому мы выбирали место, куда было бы недолго добираться, для посещения которого не нужна виза, и хватило бы трёх дней. И среди Турции, Грузии и Беларуси победителем стала последняя. Не долго думая, мы купили билеты на самолёт и уже через неделю завтракали в аэропорту. За часовой полёт нас успели угостить взлётными конфетами и даже накормили сэндвичами с горячим чаем. Весьма удивило, что для пересечения границы с Беларусью всё ещё нужно заполнять миграционную карту, от чего мы благополучно успели отвыкнуть за последние годы. И если у тебя нет с собой ручки, то границу ты не пересечёшь, потому что у каждого человека должна быть ручка. Это я сейчас пограничников процитировала. Город-герой встретил нас каким-то лютым холодом и назойливыми таксистами. Но мы поехали на маршрутке за 4 белорусских рубля, и это было вполне нормально, потому что дороги там, на удивление, хороши. Водитель домчал нас за 40 минут, и мы оказались практически в самом центре города, пообедали и пошли пешком в гостиницу. По дороге туда мы сразу же обратили внимание на многочисленные казино, от наличия которых мы давно отвыкли, потому что у нас в стране они уже 5 лет как запрещены законом. И хотя я никогда не была посетителем такого рода заведений, это вызвало какие-то необъяснимые смешанные чувства, потому что я до сих пор так и не смогла сформировать своё отношение к этой стороне жизни у них и у нас. Отель наш находился в самой гуще событий, возможно, благодаря этому мы за все 3 дня так ни разу не воспользовались общественным транспортом, не считая автобусы из аэропорта. Фактически все интересующие нас достопримечательности были в пешей доступности. Конечно, нельзя сказать, что это был бюджетный вариант проживания, но поскольку мы бронировали номер за неделю до заезда, а квартиры с AirBnB мы не рассматривали, то и жаловаться нет причин. Нам достался теплый двухкомнатный номер с суперудобной кроватью, бесплатный Wi-Fi, джакузи и отличными завтраками, так что мы прекрасно провели время и остались довольны. Субтитры создавал DimaTorzok Что касается еды, на этот раз мы заблаговременно спланировали, какие заведения будем посещать, основа из многочисленных отзывов на туристических форумах. Пару раз дешево и сердито обедали в Васильках. На ужин рекомендуем обязательно сходить в Каменицу на Первомайской возле парка Горького. Кажется, этот ресторан белорусской кухни никого не оставит равнодушным. Так вкусно мы не ели уже давно. Андрей выбрал мочанку, это сливочный соус с ребрышками, беконом и грибами, который подается со стопкой блинчиков. Блинчик нужно в соус макать, отсюда и название блюда. Я заказала курицу с овощами и тоже не прогадала, съела все до последней крошки на тарелке. А еще у них прекрасный чай, квас и хлеб из собственной пекарни. И все это в стильно оформленном интерьере, из камня, с настоящими патражами. В общем, настоятельно рекомендую. Кстати, еще одно противоречивое отличие Беларуси от, скажем, Украины, в том, что у них не запрещено курение в общественных местах. Конечно, хорошо, что они хотя бы выделяют залы для некурящих, но почему-то, чтобы туда дойти, нужно проходить через зал для курения. И это мы встречали в нескольких местах, то есть неоднократно. То есть ты заходишь в кафе, вдыхая дым, сидишь вроде бы в помещении с обычным воздухом, затем, покидая заведение, снова проходишь через серую пелену. Запах остается в волосах, на одежде, и это крайне неприятно. С местным населением мы практически не контактировали, разве что с продавцами в магазинах или где-нибудь в кафе, поэтому о них я мало что могу сказать. Разве что мы обратили внимание на то, что основная масса людей носит вещи землистых оттенков. В цветных куртках можно увидеть только совсем маленьких детей или молодежь подчеркнута бунтарской наружности, но в большинстве случаев люди как будто специально пытаются выглядеть безликими, ну а мы с Андреем, похоже, выглядели совсем не местными. Возможно, поэтому в первый же вечер состоялся контакт с одним из представителей власти, который неожиданно попал нам в кадр. После этого последовала лекция с разбором нашего нарушения, что снимать его нельзя, а тот отрывок видеозаписи пришлось демонстративно удалять. В принципе, этот персонаж был весьма тактичным и приветливым, но в целом ситуация оставила неприятные ощущения и несколько подпортила нам вечер. Да и все последующее время пребывания в стране нам все время приходилось следить за тем, что именно мы снимаем и подбирать такие ракурсы, чтобы в кадр нечаянно не попало ничего запрещенного. Вообще говоря, это не единственное, что удивляет в этом городе. Очень многое здесь разительно отличается от того, к чему мы привыкли в нашей повседневности. Обычно приезжие отмечают, что на улицах очень чисто и немноголюдно. Прогуливающиеся люди, скорее всего, оказываются не местными, а подростки зачастую ходят группами по несколько человек. На выходных картина несколько меняется. Например, мы видели экскурсионные автобусы с детьми, которые выходили и стройными рядами направлялись в музей. За три дня пребывания не встретили ни одной бродячей собаки и аж дважды домашних питомцев на поводках где-то в глубине парков. К слову, парков здесь немало, что нас очень порадовало. И хотя вдоль широких многополосных дорог деревья почти не встречаются, город все равно выглядит зеленым. Большинство зданий было с размахом построено во второй половине 20 века, потому что город был сильно разрушен во время Второй мировой. Вечером включается разноцветная подсветка объектов, что придает городу чуть более праздничный вид, хотя, конечно, это мало меняет его советскую внешность. Продолжение следует... Что касается цены и уровня жизни, то практически все здесь дороже, чем в Киеве. Также, согласно исследованиям Института земли под эгидой ООН, сегодня Беларусь занимает 61-е место в рейтинге стран мира по уровню счастья населения. Для сравнения, Украина находится на 123-м месте, Россия на 56-м. Также не могу не упомянуть о том, что более 90% IT-отрасли страны сосредоточены именно в Минске, в частности, такие гиганты, как Wargaming и Epam. Государство предоставляет специальные налоговые льготы для айтишников, что, в свою очередь, позволило компаниям платить своим сотрудникам белые зарплаты. Отличный способ стимулировать развитие перспективной отрасли в стране. Ну а наше путешествие подходит к своему логическому завершению. Подводя итоги, Минск это город контрастов, и есть огромный шанс, что, приехав туда, вы увидите совсем не то, чего ожидали изначально. Три дня, как нам показалось, вполне достаточно для активного его изучения. Вечером перед вылетом мы находились в благостном ожидании возвращения домой. В середине октября здесь уже около нуля по ночам, так что желательно утеплиться. И если будете добираться из Киева, рассмотрите вариант с поездом, потому что он может оказаться более экономным и удобным по времени. Ну а на этом я прощаюсь, надеюсь это видео вам понравилось, и мы увидимся в следующих. Пока!